Здравствуйте, уважаемые подписчики! Что будет дальше в мире? Я думаю, не только меня, но и вас волнует эта проблема. Что происходит с человечеством? Почему людей постепенно приучать к новым реалиям? Почему мы уже не увидим никогда, на мой взгляд? Это, конечно же, исключительно мой взгляд, мое мнение, мое видение. У вас может быть другое, прежней жизни мы не увидим, да. Это и многое другое мы сегодня обсудим в этом ролике. Поэтому присаживайтесь, успокаивайтесь, возьмите чашечку чая, кофе, будет интересно. Но сначала давайте посмотрим рекламу, которая помогает продолжить мое творчество на ютубе. Также напоминаю, что у нас поступили европейские феромоны, то есть парфюмерия с феромонами. Хотите, верьте, хотите, нет. Она подбирается индивидуально по вашему дизайну человека. От вас нужно прислать дату рождения, свое имя, и мы вам рассчитаем индивидуальный ваш феромон. Не забывайте, ребята, что даже сексуальное влечение у человека вызывается по запаху. Или ты думаешь просто так, у какого-нибудь парня, простого, невысокого роста, самого обычного, столько девушек. Да нет, конечно. 21 век, ученые уже настолько двинулись вперед, что ты даже не представляешь, насколько. Пиши 8-916-756-1776. Я лично все рассчитаю и отправлю тебе самый лучший парфюмер с феромоном. Из нашего красного чемодана любви, страсти, секса и желаний, конечно же, я покажу, ребята, одну посылочку. Хорошая такая мощненькая посылочка отправляется у нас в Краснодарский край Виктору Викторовичу. Виктор Викторович – это тот легендарный мужчина, который через буквально несколько дней после того, как пришли феромоны, нашел другую девушку, да, после разлуки, после расставания с предыдущей. Да, очень хороший парень, да, его история меня настолько трогает, да. Виктор, открывай посылку аккуратно, смотри все, что я подписал, все, что я положил, да, очень сильно, братишка, я за тебя крайне рад. Всем своим бывшим посылай и говори, что вот так вот, вот так работает это силище, которое, конечно же, да, обязательно дает человеку все, что он хочет. Можете посмотреть, друзья, наш телеграм-канал. Не расхваливаю, да, ничего, это все ерунда, это даже не реклама, я просто напоминаю, да, как парень у нас и год назад брал феромоны, он нашел девушку, да, как и парень, да, по парку погулял. Очень много примеров, да, я уже даже, ребят, забываю публиковать, потому что они поступают, поступают. И знаете, что хочу сказать, это нужно точку в сердце заиметь, вот, чтобы ты думаешь об этом, что мне надо, мне надо, попробуй, может, напишу на номер, пусть рассчитают. Вот только так, а если вот всего это тебя не постигает, да, то ты, значит, еще либо не дорос до этого, либо тебе это просто не нужно, да, вот, поэтому будьте аккуратны. Ну, в любом случае, прикольно попробовать, конечно, по номеру, да, вот мне, как девчонка написала, говорит, слушай, ну, я полненькая такая, вот, не знаю, как бы взять, не взять. Я говорю, ну, попробуй это, ну, попробовала, она говорит, мы с парнем, да, у нас чики-чики в баре, бар такой, говорит, разрывное пиво, там фишка, они, короче, типа в эти шахматы играют, представляете, ну, такой для интеллектуалов, короче, формат. Ну, мы, чик-чик, что-то, разговарились, да, он такой подпитый, он говорит, что, хочешь тебе на машине покатать, она, что, дурачок-то спьешь, он, ну, ничего, я смел, она, нет, говорит, давай, я, говорит, тебя на своей покатаю, а он, говорит, что, у тебя, тачка, типа, есть? Он говорит, да, есть, большая, хорошая, даже комфорт плюс, но она такси вызывает, там такой армен, короче, за рулем, армен нас, что, ребята, у вас куда, короче? Да, она говорит, давай, ко мне, короче, я поцака беру его там, короче. Он меня всю ночь, говорит, плюхал просто, говорит, я рада безумно. Ну, то есть, вот такие тоже случаи бывают, да. Ну, ладно, друзья, все, хватит, да. Каждому свое, да, селить дорогу идущей, да, по вере вашей, да, будет вам, все будет, ребята, хорошо. Главное верить, знать, куда идешь, да. Ну, естественно, верить высшей силой, никуда без этого, да. От нас ничего не зависит. Вот даже я сейчас что говорю, откуда я знаю, что говорить, вот сами подумайте. То есть, мысли идут свыше, да, то есть, их кто-то посылает. И у вас так, жизнь, жизнь, она все так состоит, да, вот как вот человек, как бы не хотел, как бы не упирался, а жизнь его все равно выкручивает, например, и ломает, да, то есть, работу нормальную не дает, имущество какое-то ты не можешь купить себе позволить как-то. Ну, вот, а кто-то тупее тебя в сто раз, дурак дураком или дура дуры, а у него все, понимаешь? Вот почему так, вот как вы мне объясните, да? Вот у меня есть один знакомый, он такой умничать любит, он умничает, сидит. А я его слушаю всегда. Я вообще людей послушать люблю, если вы думаете, что я такой вот говорун. Нет, ребята, я далеко не говорун, и в компании, кто меня близко знает, я вообще молчаливый человек, да? Просто здесь, как бы, опять же, вот все идет свыше, и я вам наговариваю то, что мне посылают свыше, да? И я вот так людей слушаю, и он мне вот, может, час-два доказывать, что все зависит от нашего видения картины мира, от нашего воспитания, от нашего того, вот, что нам дали там, как бы, дедушки, прабабушки, мамы, папы передали. Ну, то есть, весь вот этот багаж знаний, опыта, финансов, да? Я говорю, слушай, ну, это все, конечно, возможно, как-то и влияет на формирование личности, там, зародыша души, так скажем. Как-то, но, как ты мне можешь объяснить, что какой-нибудь пацанчик, да, дурак дураком, например, нигде не учился, ничего не делал, да, везет в браке, хорошая девчонка попадается, все, семья, там родаки начинают их поддерживать, ему там покупают, там, условно, я не знаю, Мерседес, там, Е200, да, дом загородный помогают отстроить, на работу его всунули, все, все у него хорошо. Вот что это? Он мне говорит, это просто случайное обстоятельство, которое ему помогло добиться всех этих высот. Я говорю, смотри, вопрос, а ты считаешь, что он действительно хотел чего-то добиться? Я говорю, я об этом с вами возьму, он просто жил. Вот, и все, у него сразу молчание. Он просто жил, он ничего не хотел добиваться, он был двойшником, балбесом, он ни к чему не стремился, никуда не шел. Просто подвернулась девчонка, любовь, чувство, все, и там все, как бы, семья подхватывает и все дает. Все пошло в жизнь моментально по просто вот так щелчку пальцев. Мой вот этот высокодуховный собеседник, то бишь, ну, он друг, конечно, сразу начинает немножко подвисать. А подвисать он начинает, потому что, какие аргументы он может ввести? Да никаких, да. Вы же понимаете, что любые случайности, ребята, они не такие уж и случайно, да. И все вообще в жизни довольно взаимосвязано. Давайте ближе к делу, ближе к теме, да, и поговорим немножко о том, что нас, собственно говоря, окружает и о том, что мы, вероятнее всего, скоро будем ожидать. Вот смотрите, какая мне мысль сейчас пришла. Передо мной дети убегали. Дети убежали. Передо мной сейчас припарковалась тачка. Ну, хорошая такая, да, миллиончика за три, наверное. Оттуда с таким, очень таким видом надменным девица выходит лет 35-38, да. Ну, сразу видно, не рожавшая такая вся, очень карьеристского. Там куча папок, она их там демонстративно раскладывает, да. Такая вся всем видом показывает. Зачем-то еще побрызгалась духами, наверное, чтобы она зашла в лифт, и какой-нибудь мужчина при виде нее, и вот этого такого шлейфа таких дорогих духов из Литуали, да, упал в оборок просто сразу от того, какая она. И здесь мне приходят, ребята, мысли. Вы смотрите, как вот эта вся огромная машина пропагандистская в плане рекламы, в плане задавания моды, в плане промывания мозгов влияет на общество. Ведь кто раньше была женщиной? Хранительница домашнего очага, да, мать твоих детей, да, то есть... А сейчас женщина, это можно сказать, такой же мужик, только без яиц. Но если надо, яйца могут пришить. Наверное, ну, и уже... Уже шьют, не знаю, но, наверное, да. Могут отрезать, если ты мужик. Могут отрезать, да. Вот, то есть постепенно мы идем к чему? К тому, что женщина, ну, это такой же мужчина, который может выполнять такую же работу, потому что, ну, сейчас уже, говорят, подписали закон, что на всех тяжелых предприятиях, там, хим, отрасль, там, все, где женщин, там, даже нельзя было, все нормально, можно, там, ученые посмотрели. Ну, ученые, это же кто? Это просто те, кто, вот, говорят, там, скажите, вот так вот, да, вот мы так считаем, и вы там говорите, там, вы ученые, да, рупор такой своего рода. Ну, и вот они сказали, да, все могут, все нормально. И здесь вот начинают меня прям троить конкретно, я такой, Люму, хорошо, женщины стали вот такие, дальше что? Жилье, недвижимость, вы посмотрите, как это все плавно подводится. Вот квартира большой площади, за нее дорого становится платить, ну, оплачивайте, метры все эти квадратные, да. То бишь, вроде бы, я ни на что сейчас не намекаю, ни на к чему не призываю, но смотрите, у нас, как бы, в стране происходит добыча полезных закопаемых. У нас что, много тут? Вы посмотрите, сколько народу в Китае, да, и посмотрите, сколько народу тут у нас. Но, кварплата просто, ну, на мой взгляд, это очень высокая кварплата для страны, которая, ну, то есть, добывает, все это здесь производит. Вот, я вообще считаю, что в России не должно быть никакой кварплаты. Как она может быть? Как она может быть, если вы посмотрите, как живет Дубай? Вы посмотрите, просто шейхи открыли нефть, залежи, сколько там, 50 лет они добывают, там просто небоскребы, там просто все. Над ними все смеются, типа у нас вот один придурок-пенсионер недавно на лавке. Вот эти дураки скоро всю нефть оттуда достанут из земли в Дубае и нагнутся. Я говорю, балбес, пока они все это достанут, они себе такой турпоток организуют, они все на туризм переводят, к ним весь мир будет в тур мечтать слетать, да, в том числе и ты, балбес. То есть, люди вот у нас абсолютно не понимают, не разбираются, мелят чепуху всякую. Вот, поехала. Очередной прорыв российской экономики, новая лада гранта, постсанкционная, так называемая, без ничего, но зато не белая, и это уже что-то, потому что сейчас только белые будут продаваться. Другой краски, походу, нет. Там мне сегодня парень писал, у меня пацан как-то феромоны брал, привет, дружище. У него там, у него у самого X5, что ли, а, или X6, там вообще с нуля. Я говорю, ты его за сколько брал? Он говорит, блядь, страшно спрашивает. Я там посмотрел, 18, что ли, он его брал, вот, из Москвы, в центре в самом живет. И вот он говорит, я для своих пацанов взял гранту новую, я говорю, а чем занимаешься, если не секрет, вентиляции проводит, компания по установке вентиляции. Я так подозреваю во все вот эти открывающиеся магазины. Ну, так вот люди живут, и так, ребятки. Ладно, все к чему я. Смотрите, вот квартира. Кварплата страшная. Ты, молодой человек, молодая девушка, создают семью. Вы понимаете, что, слушай, за много метров, там же ЖКХ во многих регионах, как мини-ипотека. Вот напиши, сколько у тебя ЖКХ. И ты такой понимаешь, блин, ну, если такой дорогой ЖКХ, нужна маленькая квартира, метров 18-20, сейчас говорят, мини-квартиры по 15. А как может семья в полноценной мере, то есть, расцвести, если у тебя такая, то есть, маленькая квартира, где твоя дочь, сын, где все это будет, да? То есть, никто, как бы, не знает. Ну, где-то. Либо ты придешь к выводу, что одна квартира, одна семья, один ребенок. Вы понимаете, что делается, да? Дальше. Смотрите. С одной стороны, вроде бы, у нас поддержка рождаемости. Все надо рожать. Вот вам мат-капитал. Вот вам дешевая ипотека. Все как бы хорошо. Какой-то ты резкий. Какой-то резкий бычок, блядь. Ну, и, собственно говоря, что я там рассказывал. Вот, вроде бы, поддержка. Я вот одно не понимаю, да? Опять же. Ладно, там ресурсы. Ладно, все. Понятно, что ресурсы. Никто тебе бесплатно дома отопление не сделает, потому что этим товарищам проще продать забугору-то все, да? Хотя, вроде бы, это все общее, вроде бы, это все народное. Ну, так говорить нельзя, потому что как-то... Ну, хотя народное же достояние у нас «Газпром», так называемое, вот. По телевизору, как я говорю. По телевизору народное. Вот. Я все к чему. Я не понимаю, почему вместо поддержки вот какими-то непонятными фантиками, да, вы не можете людям просто, да, раздайте им участки, бесплатно всем, кто вот, поддержка молодой семье, да, раздайте участки. Но с подведенными коммуникациями, хотя бы со скважиной, и хотя бы, чтобы все это было оборудовано, да, электричество, канализация, водопровод, чтобы все было подведено, да. Ну, и могли бы хотя бы фундамент дарить. Остальное там все уже, дай бог, сложится. Но нет, так не делают. Вам дадут ипотеку в Человейнике. Вот. Для чего тебе дают квартиру в Человейнике? Смотри, во-первых, ты будешь в какой-то агломерации, да. Вы будете там все вместе в 20 этажках сидеть, да. И вас проще контролировать. Смотри, одна дорога к Человейникам идет всегда, максимум две. Вот сейчас возьми любой ЖК, подмосковный, под Питером, что? Обрати внимание, две, ну, максимум три, и то редко. Обычно вообще одна, одна дорога ведет к этому ЖК. То есть ее легко перекрыть, все, больше к этому ЖК никто не подъедет, не проедет. И вторая какая-нибудь дорога, она всегда полу такая лесная какая-то, да, полупроселочная, да. Там либо высокая техника пройдет, да, либо гусеницы. Все, все остальное это просто никак. Второе. Как было в Китае? Чуть что, чуть что власти не нравится. Они просто заварили домофоны, и пусть вы там сидите. Сидите, когда не кончится там какая-нибудь система ограничений, там, которые, естественно, ввели, естественно, там, по различным причинам. Их будет очень много причин, но все равно. Далее. Это только вершина, так скажем, айсберга. Основная причина и основная фишка вся заключается в том, что на самом деле никогда людям не раздадут просто так кусок земли. Бесплатно, да, или еще как-то. Особенно в благоприятном месте. Все потому, что на этом куске земли человек может нормально плюс-минус существовать. Понимаешь, да? Ты можешь огород свой сделать, ты можешь разводить животину, так называемую, да. Ты будешь жить, функционировать, размножаться, рожать детей, свежий воздух, чистая вода, друзья, да. Почему наши предки селились на определенном расстоянии, дома стояли друг от друга, да. Потому что есть очень сложная система взаимосвязи людей, да. Вот ты заметь, переночуй у бабушки в деревне или просто на даче. Ты будешь спать сном младенца, ты будешь так спать. Или переночуй в человейнике, где твоя башка лежит, через три метра соседа, через пять метров там, не знаю, какой-нибудь ашот какую-нибудь бабеху, которую снял, да, не знаю, на Варшавского шоссе вчера, жарит. Поза там, а ребенок орет, да. Там где-нибудь, я не знаю, какие-нибудь живут мужчины с мужчинами, да. Здесь женщины с женщинами, тут курят кальян, воняет, да. Там женщина пошла писать, у тебя все сливается, ты слышишь, как ее моча ударяется об унитаз, все, ты такой сидишь в полном хаосе, да. Что же это такое вообще, где же я вообще живу, вот. А потом у тебя начинаются непонятные сны. Вот напишите, если в многоэтажках у вас непонятные сны. Я это замечал, потому что я много где снимал квартиры. Я это успел заметить, что сон всегда лучше в пятиэтажных домах, еще лучше он в двух-трехэтажных, да. Если это частный дом, он просто великолепный, да. А если еще близ леса, природы, озера, парка, сквера, это просто вообще безумие. Это настолько круто, что в совокупности. Далее. Смотрите, транспорт. Что происходит с транспортом? Нас будет постепенно приучать, что вот если мои там праправнуки или прапраправнуки будут смотреть, они просто охренеют. Дед сидит в своей машине просто так, у него есть там 20-30 минут времени поговорить на камеру, да, просуждать, и это поистине счастливый человек. Ты предоставлен сам себе, у тебя есть минутка, у тебя есть собственное личное время, да, и ты как-то, в общем-то, живешь. У тебя есть, ну, относительно бесплатная вода, да, она пока из крана льет за бесплатно. Либо ты можешь там условный там за 15 рублей сейчас пойти, набрать себе 5 литров, это здорово. Через 120-150 лет будет все иначе, естественно, да, и кто найдет это видео, это, знаете, как артефакт такой будет, такой просто сакральной мудрости, которая хранится, да, там очень-очень много десятилетий, там столетий, возможно, да, как раньше жили люди, такое пророчество, да, такое полуфантастическое, ну, на данный момент оно фантастическое, но на самом деле, насчет транспорта, это не фантастическое пророчество, это и так все понимают и видят, почему идет. Душить будут массово. Первое. Налогами, акцизами на топливо. Сейчас всякая хрень вводится в виде там, какой должна быть зимняя резина, да, просто, можно сказать, последним законом высекают так называемую липучку, должны быть шипы, а нахрена тело шипы, если, например, в Краснодарском крае, тоже вопрос, да, то есть все для того, чтобы ты больше делал, а потом на эту резину наклеить какую-нибудь маркировку, да, и она будет очень дорогая, то есть все делают для того, чтобы как можно меньше людей могло себе позволить автомобиль. То есть сначала в автомобиле всех загнали, сейчас с автомобиля будут всех разгонять, да, но это будет все, ребята, проходить очень болезненно, очень постепенно, люди будут ныкаться, да, вот сейчас мы очень много уже примеров знаем, людей, которые, понабрав все хороших, дорогих машин, пытаются их скинуть и взять там что-нибудь попроще, лишь бы поменьше жрала, лишь бы поменьше там налоги, да, лишь бы подешевле страховки, да, и чтобы она только не просила, да, хотя многие даже мои знакомые говорят, слушай, на общественном транспорте проще, да, купил там карту-тройку, стрелку по области, и голова не болит у тебя, приложил ее, пум, там 55 рублей, пум, 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 и все хорошо. Понимаем, да, что это такое, так, транспорт, все, да, транспорт, все, он тебе не нужен, хочешь машину, ну иди, вон, возьми каршеринг, все, временно твоя, то есть полный уход от частной собственности, понимаете, это так называемая четвертая промышленная революция, ничего ни у кого не будет, ну вот мы с вами еще более-менее счастливчики, хотя, ребята, в последнее время события так ускорились, что я думаю, что уже прям очень-очень конкретно, очень-очень конкретно за людей взялись, и это только набирает обороты, я подозреваю, что самое страшное, оно, можно сказать, впереди. Одна семья, один ребенок, да, полный контроль над частной собственностью, таковой, а в перспективе вообще ее быть не должно, любые переводы, да, любые телодвижения с финансовыми средствами, то бишь деньгами, они будут все просто под контролем, да, никаких там скинь ни денег, не сразу либо налог прилетает, либо еще что-то, это уже будет сюда, да. Поэтому, если, если вкратце сформулировать, что будет дальше в мире, я могу, знаете, что сказать? Человеку сейчас, в данный момент, вот, если в плане как развиваться, конечно, лучше всего вовремя, наверное, суметь пересмотреть свою жизнь, да, переориентироваться и развиваться в духовном плане, это очень важно, да, потому что сейчас уже надо не столько пытаться, не знаю, задницу свою спасать или какие-то свои сбережения, как, то есть, ну, можно, если вкратце сказать душу, да, но многие из вас сразу подумают, опять-то, куда-то в план какой-то церковщины, там, да, нет, ребята, я не об этом, то есть нужно спасать свое внутреннее состояние, да, как просто не свихнуться от всего, от этого, да, и остаться человеком, да, это очень важно, потому что главная задача всего этого – полное расчеловечивание, да, вот если, например, раньше человек, колесо у него лопается на трассе, раньше прям две секунды все останавливаются, пытаются тебе помочь, вот как сейчас люди голосуют, никто не хочет останавливаться, а буквально, ну, лет 7-8 прошло, вот как я начал за этим наблюдать, да, уже там спустя 20-30 минут кто-то остановится, смотришь, там, начинают, да, это, ребята, пипец, то есть мы постепенно так, ну, становимся такими, знаешь, такими ребятами, каждому свое, у каждого свой кусочек, каждый вот по-своему, да, как отдельная ячейка общества, а общество в целом там хрен с ним как бы, да, но это, собственно говоря, и видно, да, так проще контролировать, разделяя властвую, применяется данная формула и работает она просто, она просто безотлагательна. В целом, друзья, я думаю, вам видео понравилось, я бы хотел, чтобы каждый из вас отписался, да, вот по этим 4-5 пунктам, да, что вы думаете, но я думаю, что в целом плюс-минус все как-то так и будет, хотя может быть не очень скоро, а может быть и очень скоро, потому что в последние где-то 10 лет события ускоряются, ну, просто фантастическими темпами. С вами был Дмитрий, ребят, я вас всех люблю, лайк, подписка, колокольчик, до скорых встреч, всем пока. Пошел отправлять феромоны, а то вдруг почта закроется, ведь время уже практически 7. Лайк, подписка, до скорых встреч, всем пока.